привет всем сегодня будем оснащать нашего аксиала второго поколения вот таким вот отвалом стоит он бешеный 80 баксов да на самом деле не дешево вот так выглядит алюминиевый есть разных цветов причем серебристый вот этот стоит самый самый дешевый остальные есть еще оранжевый еще по моему какой-то стоит на 20 долларов дороже вообще почему закраску наверно берут до оранжевый смотрелся бы круто но в общем-то я пошел по самому дешевому пути вот в отличие от того который был на саммите то бы полностью металлический да а вот здесь есть пластиковая такая вот штука который будет скрипсти по асфальту по земле и собственно что мы будем чистить и так знаете что я еще посмотрел-посмотрел инструкции то нету как без инструкции собирать по моему сами там тоже не было инструкции здесь мы получаем амортизаторы вот пока не знаю как будет это работать внутри установлены пружинки в общем самые простенькие не заливаются я думаю там даже колец резиновых нету чтобы это дело залить а также мы можем установить сюда светодиоды то есть есть уже специально подготовка под них это круто а потому что кто-то чистит в ночное время и нам нужно освещать так тоже для крепления причем когда мы покупаем на саммита на саммита состоит из двух разных лотов скажем так да и стоит в сумме что-то дорого там баксов 200 наверное а здесь подешевле ну и размер меньше да и толку от этого не будет от чисто снимать видосы и все такое так вот это вот как раз крепление между места переднего бампера наверно будет ставиться да сейчас посмотрим два винтика и все есть еще какие-то тросики тросики вот там тросик вот ну в общем то давайте приступать будем пробовать сейчас снимаем передний бампер и уже будем как-то ковыряться я крутил полностью передний бампер но мне надо вот этот еще элемент тоже открутить так и теперь вот сюда ставим такую вот алюминиевую штуку уже более серьезную более продвинутую ставится она какой стороной еще вопрос все самое сложное готово дальше уже собираем всю основную часть ставим здесь амортизатор то есть это у нас одна сторона и сейчас прикручиваем вторую сторону так это готово и вот здесь вот у нас адрес на амортизатор идет и винтик до плюс есть вот такая вот вставка то есть они здесь разные сейчас может что такое не подходит вот вставочки разные хотел самые большие вставки поставить но не получается то есть только будет работать с маленькой вставкой либо длиннее винтик ставить но фиг знает может не нужна вот эта вставка проставка вот это больше может нигде не будет задевать нигде ничего цеплять как бы смысла может вообще в этой штуке нету но собираюсь в сатором резьбы чтобы не открутил потому что прям вот четко металл в металл и будет при всех при всей эксплуатации сто процентов что-нибудь до откручиваться это я знаю по отвалу на саммите потому что там все время что-то откручивалась и нужно обязательно на фиксатор резьбы сажать вот так вот такая конструкция получается а значит так сейчас посмотрим что дальше будем делать вот я возьму вот такой вот сервопривод gx digital серво по-моему на 15 килограмм идет стоит что-то в районе 11 баксов на бен гуде и сейчас я буду ее здесь устанавливать то есть в теории теории сейчас эти сразу нами поставим ее сейчас проверю все серво прикручено она поставил с этой стороны поэтому будет вот так вот одеваться и тем самым отвал будет нас подниматься и опускаться вот в комплекте есть также другие переходнички на другое количество зубцов в общем то у у меня подошло к счастью так дальше дальше надо уже наверное пробовать крепить его к шаське это мы будем делать с помощью так нам ставится то есть тут есть специальное отверстие для регулировки мы можем отрегулировать также высоту наших амортизаторов то есть можем сделать повыше да потом их сюда прицепим уже нужно не нужно будет это все зависит от размера шашки но у меня стоковая грубо говоря и также высоту отвала можно регулировать вот здесь вот то есть положение на шасси выше ниже уже изначально вот даже не знаю какое ставить положение ну давайте наверное поставим сейчас соображу потому что есть еще регулировка вот здесь вот то есть вот здесь количество зубцов еще много грубо говоря ну тоже вот все это состояние можно регулировать да я сначала вот этим отрегулирую потом тем так как ты монтируешь секунду все это крепление установлена в общем здесь опять же имеется регулировка то есть вынос насколько выносим да сейчас монтируем вот это к шаське и потом дальше уже закрепляем вот сюда еще мы можем регулировать то есть подальше поближе наверно вынести я наверно среднее сделай положение сейчас посмотрю опять же используем серво север там сколько два с половиной доллара стоит на штука очень нужная все у нас нейтральное положение мануал вот выставили в нейтральное это у нас будет поднятый до отвал и вручную можем теперь и поднимать и опускать ход достаточно большой получается поэтому подняли отъехали опустили опять поехали все вы битяги готовы а теперь сам ковш будем ставить соответственно здесь все тоже где будем сейчас крепить тоже сразу сажаем на фиксатор резьбы здесь я думаю без ошибок должно быть опустили поехали да вот так подняли опустили я думаю достаточно хороший ход и его хватит так поставлена и в принципе по высоте нормально значит смотрите это максимально вверх и это вниз то есть 6 поднимается еще то есть по факту я могу еще сделать скажем так повыше видите чтоб шасси не поднималось не отрывалось так от земли да а то как-то перебор получается дальше соответственно лезем в наш приемник в стоке у аксиала он трехканальный то есть есть вот эти две кнопочки которые отвечают за третий канал грубо говоря тем самым мы получаем и опускание отвала и поднимание вот единственное что в этой аппаратуре нет мы не можем конечные точки третьего канала поставить то есть они на максимум идут то есть максимум вниз максимум вверх это все но зато достаточно удобно то есть я сейчас поднял здесь принципе я могу еще перекрутить вот эти элементы еще выше поднять ну видите да у меня шасси поднимается не знаю насколько это скажется при эксплуатации но посмотрим друзья вы совершаете покупки на алиэкспресс banggood гербест или других интернет-магазинах неважно какой товар вы приобретаете cash for brands всегда вернет вам часть потраченных денег за покупки в интернете это единственный кэшбэк сервис где можно вывести 1 рубль то есть вам не нужно больше копить лучшее мобильное приложение среди кэшбэков на android и iphone лояльная и оперативная служба поддержки клиентов также вы можете установить удобное расширение для браузера оно позволит вам получить кэшбэк в один клик не переходя для этого в магазин с сайта cash for brands хотите сэкономить переходите на сайт cash for brands точка ру регистрируйтесь в один клик с помощью соцсети или с помощью имейла ссылку на кэшбэк и расширение найдете под видео ну что вот и готов отвал поставил два светодиода светодиоды в фарах надо еще починить они там порвались после жесткого грязи меса поэтому нужно будет подпаять немножко и все ну и будет больше света можно будет реально уже ночью по темноте чистить снег и так значит вот как это работает на текущий момент у нас все поднято да ну не достаточно высоко на самом деле хотелось бы выше ну посмотрим посмотрим почистим так и опускаем видно что упирается 6 поднимается хотя неплохо зацепа главное чтобы хватало вот ну собственно что могу сказать конечно сейчас все напишут что отвал сделан не по правилам то есть он должен быть под углом я с вами согласен чистить будет так сложно когда он находится чисто вот в таком вот скажем так в перпендикулярном положении да относительно движения то есть сделали под углом они его изначально уже всю конструкцию было бы лучше но к сожалению конструкция этого не подразумевает никакого тюнинга нет только колхоз только самому как-то дорабатывать но в целом отвал интереснее чем на саммите во первых он дешевле он меньше масштабом но здесь есть куда поставить светодиоды и здесь есть куда установить сервопривод тем самым мы можем уже регулировать да на саммите такого нету там все вручную происходит к сожалению здесь уже более доработано ну а вот вам для того чтобы вы понимали разницу в размерах это саммит это аксиал да такой маленький то есть на аксиале уже парковку для вашего автомобиля один к одному не почистить на на саммите это можно сделать без проблем совершенно разные конструкции отвалов но вес конечно разные тоже сами-то очень-очень тяжелый прям вообще обалдеть как то есть сами там можно сгребсти полностью аксиала ну ладно друзья мои значит давайте в следующей части уже затестим нашего аксиала и посмотрим как он в деле как деле саммит мы уже видели а как аксиал нам предстоит все ссылки на эти в описании под видео пока